всех приветствую на комплексном анализе рынков с виталием шевченко поехали как всегда начинаем со статистики 13.00 по московскому времени данные со стороны еврозоны индекс доверия потребителей по прогнозу пока все достаточно позитивно но более интересные будут данные со стороны сша это 16.30 по московскому времени ввп и первички и по ввп и по первичкам прогноз достаточно позитивный вечером ожидается очень много выступлений одно со стороны представителей цб 18.00 по москве и 3 со стороны представителей фонг 19.10 20.00 и 23.00 по московскому времени со стороны более глобального фундаментального фона хотелось бы отметить только джерома паула который вчера повторил что центральный банк не будет корректировать политику до тех пор пока экономика не продемонстрирует явные признаки улучшения так переходим непосредственно теперь к технике начинаем с индекса доллара потом пройдемся по ключевым активом по индексу доллара лично я ожидаю сегодня нисходящего движения в район 89 70 89 75 именно эта область поддержки здесь повторение предыдущих торговых дней остановка отрисовка паттерна на разворот и соответственно коррекционное движение в район 90 25 это идет из со стороны тактики адверза если посмотреть на те же самые уровни фибоначи как раз есть у нас где задержаться так переходим к валютке первая тройка евро фунт японская иена но свете того что сейчас преобладает риск аппетит плюс коррекционное нисходящее движение по непосредственно индексу доллара то пару евро доллар я жду выше первая остановка в районе 122 20 122 30 ну и более глобальный заскок это в район восходящей золотой зоны 122 60 122 70 это у нас непосредственно со стороны маржинальных зон обеспечения здесь напоминаю приоритет пока восходящий со стороны опционов хотелось бы отметить что первую остановку недельные недельная граница нам уже сделала но с этой стороны если посмотреть на более мощные месячные опционы то непосредственно верхняя граница находится в районе 123 то есть запал восходящий запал у нас для этого есть так со стороны объемов здесь хотелось бы отметить первые объемы которые лежат в районе 1 22 30 35 и более высокий в районе 1 22 55 вот наивысшая точка со стороны объемов и со стороны непосредственно маржинальных зон даже расширим 1 22 55 1 22 70 уже на разворот будет достаточно интересно в принципе может получиться точно такая же картина как вчера сначала идет риск аппетит на европе а потом на америке сменяется уже на укрепление американского доллара пара фунт доллар в принципе сценарий точно такой же не ожидая просто повышенной волатильности которая наблюдалась в последние дни но самое первое это небольшой перехай в район 142 60 идеальный для меня смотрится это достижение восходящей целевой зоны нижней границы 143 40 143 60 заход сюда и здесь уже можно вставать на соответственно коррекцию так страны опционов по паре фунт доллар картина следующие понеделем ничего интересного так по месяцу ну непосредственно пробитие и взятие вчерашнего максимума это не так уж легко дастся паре фунт доллар ну а дальше более спокойно уже пойдем со стороны объемов у нас ситуация следующая так большое скопление как раз на перебитие максимума дальше мы идем в район уже 143 50 ну и самый высокий это уже прям 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 в районе 144 143 90 так пара доллар и на здесь я все-таки остаюсь в рамках той торговой идеи которая еще на прошлой неделе было мной озвучено это покупка только не так рьяно пойдет данный валютный инструмент хотя свои цели по непосредственно данной валютной паре я все-таки оставляю 106 40 106 50 это первая область самая высокая достижение месячного трки плюс восходящая целевая зона нижняя граница находится в районе 107 ровно возьмем так 107 ровно так теперь подключаем сюда опционы со стороны недели в районе 106 70 106 70 и со стороны месяца со стороны месяца это как раз взятия непосредственно предыдущих максимума поэтому будем идти медленно с хорошими коррекциями это большой плюс для того чтобы на коррекция все-таки доливаться пирамидить с целью как я уже сказал ну самый максимум на сегодня что может показать это 107 ровно так стороны объемов у нас следующая картина так здесь хотелось бы отметить преобладание практически на 3000 покупателей над продавцами крупные объемы опять же большое скопление стоит на перебитие максимумов так ну и отдельным у нас район опять же 106 65 значит здесь будет более серьезная коррекция перед тем как пойдем на 107 ровно товарно сырьевая группа это канадские и австралийские доллары здесь я бы сказал двойной риск аппетит и все это исходит из того что у нас растет рынок нефти поэтому начнем с канадского доллара корреляционная у него составляющая там рынок нефти нефть сорта бренд я наблюдаю хотелось бы конечно получить здесь хоть какое-то коррекционное движение сегодня рассчитывал район 125 45 но пока идем без этого с учетом того что растет нефть плюс опять же риск аппетит поэтому здесь можно только по целям определиться по тейкам 124 80 и более глубокая 124 40 если посмотреть со стороны опционов то здесь видно что мы вы вышли за границы и недельки и непосредственно месяца а это еще раз подтверждает лично мое мнение то что опционы это контр трендовая стратегия приостановили но не задержали так и со стороны объемов ситуация по паре доллар канадский доллар следующее ну здесь хотелось бы отметить что желающих так скажем купить достаточно мало даже если посмотреть на внутридневку на 6000 перевес поэтому толкать будем вниз и большие крупные объемы сверху поэтому только вниз только вниз так последний это австралиец точно такая же ситуация не так волатилен он как пара доллар канадский доллар но здесь достижение восходящей целевой зоны это у нас непосредственно 0.8045 0.8060 так по волатильности если внутри дня сюда будет 100 пунктов здесь можно будет уже более спокойно вставать на коррекцию так со стороны опционов точно такая же картина как и по паре доллар канадский доллар по недельке мы вышли не остановят и стороны месяца точно такая же картина хотелось бы отметить доминирующие силы которые прям говорят что да опционы будет задерживать но это будет коррекционное движение а так ждите похода вверх так и со стороны непосредственно объемов здесь ситуация выглядит по следующему желающих прикупить достаточно много но хотят видите получить хорошую коррекцию чего я уверен пока не будет и крупный объем у нас находится в районе 80-50 поэтому здесь можно ждать как раз небольшую коррекцию небольшую коррекцию так товарно-сырьевой сектор нефть сорта бренд здесь все позитивно только вверх вверх и вверх факторов для этого хватает не будем на этом останавливаться ну если дадут коррекцию в район 66-55 это будет замечательно а так достаточно агрессивно работать на пробой здесь первая остановка районе 68 с половиной дальше идем в середину восходящей целевой зоны это 69 с половиной так золото по золоту несколько дней я уже его продаю непосредственно 23 вошел вышел вчера вошел но не выхожу здесь построил несколько ордеров на продажу был и sell stop и sell limit все захватило практически ночью и сейчас стою самым важным является пробитие области даже можно сказать под уровнем 1785 и потом мы пойдем на взятие минимума перебития это район 1755 и хотелось бы еще раз напомнить 4 часовой таймфрейм отработка классики древко полотнище и отрабатываем древко это у нас район 1734 так со стороны опционов по золоту картина следующая здесь бы я обратил ваше внимание на недельки опять же граница что это коррекция не так легко будет взять поэтому здесь идет полное сочетание с маржинальными зонами обеспечения как раз это может пойти именно по сценарию достижения индекса доллара необходимой области и дальше уже усиление давления на золотой актив со стороны месяца я бы обратил ваше внимание на следующее секунду подгрузиться что нижняя граница на средний срок если мы ориентируемся на средний срок в районе 1700 это говорит о том что на любой коррекции хорошей коррекции можно просто доливаться на продажу так и со стороны объемов у нас следующая ситуация если посмотреть продажников побольше на внутридневной перевес практически на 2000 ну и крупные заявки стоят на минимумах это как раз 1755 поэтому не так просто будет взять непосредственно данные минимума так ну и в завершение фондовые индексы за которыми я наблюдаю первое это DAX 30 мы приземлились на хорошую трендовую линию линию поддержки сопротивления поэтому уже есть как раз возможность покупки со стоплосом за вчерашний минимум тем более есть сигнал со стороны опционов о том что мы пойдем наверх ну и в перспективе конечно же это рост по NASDAQ также выполнили мы коррекцию непосредственно в розовую область поэтому откупаем здесь по стопу 13.120 за этот уровень по тейку на сегодня можно ориентировать 13.540 ну и S&P S&P также выполнил пока на текущий момент коррекцию поэтому покупка здесь ну самое так это 3955 3955 в основном я конечно наблюдаю за NASDAQ и DAX потому что если перейти на более старший таймфрейм четырех часовой со стороны того же самого S&P и непосредственно NASDAQ если S&P и Dow Jones они уже подобрались своим максимумом то NASDAQ он только начинает набирать обороты поэтому в нем я вижу потенциал больше по профиту ну и я считаю что американцы будут тащить за собой тот же самый DAX на сегодня все всем попутного тренда побольше профитных сделок удачи и до встречи на новых выпусках до новых до новых